МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Хомельщине протягиваются мероприемства и промеркованы до 100 года в ЛКСМ. Так ветераны комсомола и члены БРСМ провели в областном центре широк суместных акций. Наши корреспонденты с подробностями. История в ЛКСМ – история народа. За 73 годы изнования этой организации и ее членские билеты отримали больше 160 миллионов человек. По сути, комсомол был самой массовой молодежной организацией в свете. А сами комсомольцы были энтузиастами, романтиками и патриотами. Почас Великой Айчинной, свыж трох миллионов членов в ЛКСМ отримали боевые узнагороды. Калю трох с половой тысяч стали героями Советского Союза. Ускладание венков и кветок. До мемориала героям-комсомольцам Гомельщины, які загинули пачас войны, яшедзен знак признання подвигу беларуских комсомольцов. Митинг, каля мемориала, завершается запуском ста поветренных шаров з амблемой комсомола. Ветеральная организация успеем эту акцию с пыльной долей ностальгии об своей молодости. Люди моего возраста и старше моего возраста, они всегда с хорошим чувством, наверное, чувством добра, чувством таким трепетом они вспоминают свою молодость, свои юношеские годы. Они вспоминают, как они были в комсомоле, свой комсомольский билет, вступление в комсомол, комсомольский значок. Прежде всего ассоциация с комсомолом, это безусловно патриотизм. Это патриотизм, любовь к своей родине. На плясусе, каля центральной площади Гомеля, уся история комсомола. У пыльной ступени место проведения акций можно лишить символичным. Комсомол так само был ленинским. На его рахунку соправды шмат добрых справ, боротьба с неписьменностью, обновление разборанной войной господарки, ударные комсомольские будовли и освоение целины. У далеких Казахстан, Беларуси, тогда накировались каля 60 тысяч доброохотников. Здравствуй, браток широкий, без ноги молодых, встречай свою. Бадайгалунная, что рабил комсомол, работа с молоддью. Уступающий ОВЛКСМ, 14-годовый подлеток, отрымливал плясовку, где мог проявить себя в учебе, праце, спорте. Организация вушила жить в коллективе, ценить дружбу и справедливость. Выховывала отказность не только за свои справы, а и учинки тех, кто находился побач. У Снежни 1991-го белорусский комсомол пераменовали у Союз Молоди Беларуси. Сегодня правопераемником комсомола з'является Белорусский Республиканский Союз Молоди. Али на протягу у всех 100 годов застаётся Галуне – громадянско-патриотичное выхование молоди. Молодёжь наших поколений и старших поколений, она идеологически была очень устойчива, понимающая, что нужно государство, что нужно, чтобы государство быстрее крепло и развивалось. Её агитируть особенно не надо было. На лицо был пример старших поколений, отцов, дедов, которые воевали, многие положили головы, сердца свои отдали за свободу и независимость большого государства, за тем независимой Беларуси. Но какие ещё надо агитации? Пример старших поколений – самая главная агитация. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня Ветковская средняя школа номер один имя Андрея Громыки означает юбилей. 150 годов тому навучальную установу засновали як жанучшее в училище. Проспауста годя стала семи годкой, а в 1934 годе – середней. И она лечится одной из самых наистарейших у Гомельской области. Как означали день народжения школы? Сюжет Марины Джалой. Экскурсия по Музее Боевой и Прационной Славы, церемония открытия памятного знака на былым будинку Ветковской и Беларусской средней школы номер один и урочистое мероприемство по ступеньках вересни. Больше 60 гоноровых гостей приехали в школу-юбиляр, пришим не только из Беларуси, а и из России, Великобритании, Израиле и даже Японии. Серед их – добрые сябры, которые заусюду с задовольнением принимают запрошение заветать у Ветковскую школу, а так само выпускники установы. Так на урочистості приехали одразу три ректори ГДУ имя Франциска Скарини. Два из них были керуньки ВНУ, училися у этой школы. Как только в 65-м году закончил школу, с тех пор я всегда как-то старался быть на мероприятиях, которые помогали в чем-то в школе. Методические совещания, конференции, встречи. Они всегда меня приглашали. И я в свою очередь давал тематические доклады ребятам, и их приглашал к себе в университет. Некоторые былые вушни Ветковской школы перодолили тысячи километров, чтобы снова опынуться в родных местах. Один из них – выпускник 54-го года Давид Фабрикант. Уже шмот годов он живет в Израиле. До речи, на юбилей школы он приехал не с пустыми руками. У подарунок привез книги уласного авторства. Каже, что любовь до литературы, здольность анализовать и глубоко удумваться у сенс написанного, быть уважливым до природы, он отримал от своих наставников. Много есть воспоминаний о директоре, о зауче, о многих преподавателях. Очень были хорошие преподаватели. Причем у нас был классный преподаватель. Николай Степанович был физиком у нас, преподавал. Причем он нас водил на улицу, вечером собирал, чтобы мы смотрели звезды, рассказывал, какие звезды. Он собирал, вел хоровой кружок. Так что мы так проводили неплохо время. Уроженец Японии, а зараз выкладчик БДУ Акира Фурусава, до своих сябров из Ветковской школы приехал разом с семьей. На этой земле он не упершиню. Когда я был первый раз в этой школе, я увидел имени Громыка. Это имя моего покорения японцы все знают. Поэтому я удивился. Я не знал, что он из Белогоска. Вообще я не знал. Поэтому мне приятно стало. Дарыши, были выпускники и сябры школы наведывают ей не только на святы. Многие языки мкнутся, да помогши установе полепшить ее материальный стан. Зрабить так, об детям вучиться тут было. Яше больше текаво. Последний раз, 1 сентября, нам подарили компьютерный класс. Нам подарили спортинвентарь. Нам подарили полное собрание с ученений из Карины в библиотеку. Вы понимаете, так сказать. То есть, мы, безусловно, вниманием не обижены ни в коем случае. Дарыши, один из таких подарунков, выпущенная до 150-го дня школы книга. Сергей Перапелюк сбирают для ее каштонные архивные известки. А выдать допомог подорожник и письменник Найджел Робертс. Дарыши, у Ветковским районе знакомиты англичанин уже 30-й раз. Большая честь получить приглашение на 150-летие школы. И когда директор прислала пригласительный, не раздумывая, конечно же, согласился. Я должен был сюда приехать. У одрознений одна Эджела Робертса, а надзвучайный полномочный посол Великобритании у Беларуси, Фиона Гиб у Вецы, у Першинюм. Я провела сейчас один час в музее, и это большой сюрприз для меня. Очень историческое место здесь, в Ветке. Очень быстро оно я видела в музее. И этот музей стоит посетить. Я рекомендую этот музей. З нагоды 150-го дня на былом корпусе Ветковской школы открыли памятный знак. Этот будинок давно належит господару уласного бизнесу. А зараз фасад у пригожи у Ганаровы напоминает тем, что тут была школа. В средней школе номер один города Ветки имени Андрея Андреевича Громыка я работаю вот уже 20 лет. У нас очень дружный, веселый коллектив, творческий. И мне очень легко с ними. Это мои помощники. А когда мы команда, у нас любое дело получается. Для всех, кого объеднала в учебу в Ветковской школе, для всех ее сябро, в Доме культуры прошла насыщенная, цикавая и ширая святочная программа. Коли со сцены гучали веншаванье, и подяка до школы от ее былых вучнях становилась сразумела, важно не то, сколько тысяч человек тут училась, важно, каким я не стали людьми. Марина Джалая, Андрей Иванов, телерадио компания «Гомель» с Ветки. Да и усмотняя контроль за перемещением сельгазтехники в связи с сезонными изменами на дворье и дорожных умов. Державтоинспекторы проверяют водителям и спецтранспорт не только на дорогах региона, но и непосредственно на мих дворах сельско-господарчих предприемствов перед початком працонного дня. У рейда отправилась и наша здымочная бригада. У нас было в 2016 году постановление комиссии областной по безопасности дорожного движения по установке данных маячков на все трактора. Мы эту систему всю выполнили и установили. Я считаю, что это не такие большие затраты для того, чтобы установить этот маячок, и трактор был видимым на дороге. До господарца Брилева питанию нема. Тут думают про безпеку, трактора и контуры причепа у колеса позначены светлоотбивальными элементами. Вся документация, так саму парадку, можно отправляться у поля. Такие остановки выникли в рейдах, да и не частые. Где нет, да и идут инженеры на хитрике, как ухилиться от покарания за порушение техники безопасности. С начала года на территории области выявлено 1180 нарушений допущено со стороны водителя механизаторов сельскохозяйственной техники. 86 водителей привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 193 водителя, не имеющих права управления, управляли данной техникой. Также к административной ответственности привлечено 794 должностных лица, которые допустили к участию в дорожном движении транспортное средство с какими-либо техними справностями, а также недопущенные к участию в дорожном движении. Так и до трагедии недалека страшные аварии с отделом сельгазмашин здараются каждый год. Только селета на территории региона отбылось у 45 таких дорожно-транспортных здарений. У пяти из них потерпели люди. Евгений Кухаронок, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Крыху больше, как 46,5% уже хоров в Беларуси, до кладней 4 млн 421 500 человек з'являются представниками Моцнага Полу. Про это свечают дадзины огляды до Сусветного дня мужчин, которые означают сенья. На начале 2018 года в Беларуси в области на 1 тысячу мужчин преподало 1146 женщин. Большинство представников Моцнага Полу живет в городах и поселках городского типу. Каждый третий – в областном центре. Середний взросл мужчин, которые проживают на территории региона, складает 37 годов. Причем Гораджане – молодейшие за сельчан. У праздоздольного взрослета находится 64% мужчин. Переважным мужчинскими застаются такие виды экономичной деятельности, как будовництво, горно-здабывная промысловость, лесная и рыбная господарка, транспортная сфера, где удельная вага представников Моцнага Полу досягая 82%. Середний взросл жениха с Гомельской в области при уступлении у первых шлюб – 28 годов, у полторны – 41. Середняя протяглость життя у мужчин за последние 5 годов повеличилась и зараз складает 68 годов. Ровны навучая ровного. Волонтеры Гомельского медицинского колледжа поделились своими ведами с наученцами Петколледжу и Мявы Гоцкого. С эдукацией молоди в новом формате ознайомились наши корреспонденты. В рамках акций «Здоровое» учени медицинского колледжа неодноразово адекватили насельство по пытаниях здорового ладу життя. Однако проект адресного навучения молоди приемом до урочебной допомоги пропоновали у першиню. Принцип ровный, навучая ровного, тут особливо оправданный. Доказано, что при отримании информации юнаки и девочаты больше доверяют своим одногодкам. Когда мы мотаем, у нас должно постоянно быть определенное натяжение. Если мы мотаем вот так, вот, так что это за повязка? Она просто ничего не дает нам. Мы должны брать, получается, и мотать. Сначала два фиксирующих тура, да, держи. Два фиксирующих тура. Лучшним педагогичного колледжа пропоновали 7 томатышных пляцовок, среди которых транспортировка потерпелого, перевязка и сердечно-легочная реанимация. Для большей наглядности и реалистичности выкористовывали манекены. Будучие медработники так само навушали вымирать индекс массы тела и артериальный тиск. Рассказывали про здоровое харчевание. На имитаторы верхней и нижней сквитцы молодым людям показали, как правильно доглядать за полостью рота. Городский центр гигиены и эпидемиологии, який подтримал инициативу, организовал навушальные викторыны. Очень важно в первые минуты оказать своевременную и именно правильную помощь. Им, наверное, будет и интересно обучать друг друга, и здесь они могут смело задавать вопросы таким же, как они учащимся, и, наверное, получать хорошие ответы. С боку медицинского колледжа заденется на коля 20 волонтеров-научшенцев. Их подтримали наставники. Даже первая пляцовка для реализации проекта обрана не выпадкова. Профессийный педагог должен не только навышать детей, а и отказывать за их стан и здоровье. Малым с детинства нужно провести принципы здорового ладожития. А в случае экстренной ситуации наставник должен быть побачь и худко оказать допомогу. Сейчас учащиеся второго курса проходят психологи, педагогическую практику в учреждениях образования города Гомеля. И, конечно же, нестандартная ситуация, связанная с жизнью, здоровьем ребенка, может произойти. Какие правильные действия педагога, как уберечь здоровье воспитанника – это та компетенция, без которой немыслим педагог. Волонтеры медицинского колледжа плануют протягивать свой проект и в других установах адвокации Гомеля. Ганна Корольчук, Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». Граффити проекта «Будь здоровы с птушками» изъявилася на стене Гомельской средней школы номер 27. Маленок площадей около 170 квадратных метров выканал мосток Спинска Яуген Сасюра. На бетонном полотне 20 видов птушек, которые населяют Гомельский регион. Идея створения граффити належит громадской организации «Ахова птушек Батьковщины». Финансовые сродки выделены Международной программой техничной допомоги. Таким способом громадское объединение популяризует бёрдводчинг на зеранне за птушками. А напередо днебрали птушку-символ наступных агода. Ей стал Великий Орлец. Редкой драпезной птушцы пагражая глобальное зникнение. Одна з найбольших яе популяции у свете гнездуется у Беларуси. Гэта большим во всем Евросоюзе. Зараз Великие Орляцы уже одлятели на полдень. За их миграцией и перемещениями на зимовцы у Греции и Африции можно сочыть онлайн на сайте громадского объединения. У Речицы проходить Международный фестиваль баянистов-акардеянистов АК «Премиум-2018». Не глядячи на тое, что Палику – это только другой форум, он уже набыл вядомость сирот музыкантов. Как сдевить журы и отримать заповедный теплом, доведался Олег Синсерову. Центром культурного жития Гомской области на 4 дни стала Речицкая дитячая школа Мастасов. Менавито тут проходить Международный фестиваль акардеянистов. Аб ягого узроуне можно мерковать уже навот по тем факте, что пройти первый отборочный тур не сдолили вопытные музыканты из таких краин, как Германия, Франция и Китай. При хейнике акардеянина «Пиракананы» – это самый лепший в свете музыкальный инструмент и готовы доказывать это на практице. Василий, кем разе, это отличается у дневного фестиваля «Аква-Премиум-2018». Продомышляет свое мастерство. У Речицу приехали около 200 артистов, что стык рейн-свету. У Международного конкурса «Аква-Премиум» два официйные организаторы – отдел идеологичной работы, культуры и подсправок молодежи Реческого района Канкама и ведомый на гомочне баянист Трофим Антипов. Менавито ему належит идея проведения такого форума. Пеший конкурс провели летать, тадыш, кончатковое докладнение и формат мероприемства. Подразумеваются солисты баянок Редион в разных возрастных категориях, как правило, это начиная с 9 лет. У меня то же самое, только у меня первая возрастная группа до 7, а последняя от 19 лет и старше, то есть это профессиональные музыканты. Организаторы «Пиракананы» «Аква-Премиум» будет цикавым не только для профессионалов. У Речес не так часто на одной плясовце сбираются лепшие представники разных уканавчих школ. А при чатах тут можно убачить и пачуть вельми редкие музычные инструменты. Тембровый баян, по великим рахунку, это аккордеон и невеликий орган у одном футляры. Таких у свете всего некаких экземпляров. Состав журы на международном конкурсе так само международный. Причем усе без выключения профессиональные аккордеонисты. С гэтой нагоды у программе навод предупредили их суместное выступление, свой сабливый мастер-класс. Кажут, что подчас оценки конкурсантов будет уличиваться усе от профессионального мастерства до с дольностью сыграть от сердца. Самое главное, наверное, это ребенка раскрепостить, раскрепостить в смысле эмоциональном и вот откликаясь на музыку. Это самое важное, чтобы он не играл, как его научили, а чтобы он сам чувствовал музыкальную материю, он сам должен чувствовать фразу. Для Речеса международный фестиваль АКО Премиум первый музыкальный форум такого масштаба. По окону сказать об тем, что он станет еще одним брендом города Рана, а не передумывая для этого есть. Тем больше, что сами музыканты за. У аккордеона кажут великий потенциал, який до конца еще не вычерпанный, а тому такие встречи вельми необходимы. Это универсальный инструмент, который может любую музыку вообще, начиная от самой классической, старинной, современной рок играть можно, народную музыку, все можно играть, и он молодой. Сравнительно профессиональное обучение довольно молодое. И поэтому мы еще многого еще не сделали, то, что можно сделать. Олег Центеров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Гречицым. Это и атак самая иншая новинка вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен, пленных вам выходных днем и до новых встреч в эфире.